всем привет доброе утро я сейчас нахожусь дома мальчики пошли за машиной потому что у нас паркинг наш закрыли и нам приходится парковать машину в 15 минутах от нашего дома поэтому мальчики вы всегда выходят раньше а я выхожу потом к ним тут недалеко вот и сегодня мы едем на какое-то предприятие на экскурсию вот и сейчас мы едем в университет у нас сначала будет какая-то вводная лекция потом мы поедем на предприятие а потом мы поедем к ребятам делать домашнее задание вот наш проект и поэтому вот так вот такой у нас сегодня будет насыщенный день и так как у нас будет такой насыщенный день а мы на правильном питании мы берем еду с собой я уже спаковала два фруктовых салата диме еще сейчас вам покажу наш обед а вот я уже приготовила наш обед это вернее это ужин потому что мы уже вот только что пообедали сейчас уже два часа дня вот это наш ужин тут курица и здесь салат все нужно будет потом смешать и получится цезарь и мы будем брать это все с собой и кушать потом где-то вне дома а что делать приходится вот так вот жить вот так что мы поехали я чувствую себя лишней я чувствую себя лишней в общем все мы уже в машине нас сейчас будет стас везти к филиппе катаканов нужно нужно очень много всего еще делать crash connection помните за наш бизнес да кстати помните мы у нас было минус 27 а вот сейчас у нас плюс 3 и мы на втором месте да вот такие вот у нас конские темпы роста компании даже предподаватель удивился и сразу начал подходить спрашивая там она подошла к стасу говорит ой а что ты такое сделаешь ты так хорошо там в общем да были приятно удивлены так же как и предподаватель да так что вот так и мы надеемся что мы сегодня еще примем парочку хороших решений которые завтра нас вообще на первое место вывы мы на это очень сильно надеемся кстати про этот завод как я его назвала в первый раз этот склад про этот склад логистический центр нам здесь понравилось мы перед одним кстати были на скажи у меня плохо с немецким соседняя логическая компания Schenker я вообще не могу запомнить никак немецкие слова вот там тоже было прикольно очень похоже но там просто побольше компания компания большая известно здесь они такие как бы маленькие ну в общем скажем так здесь в этой компании в которой мы сегодня были была она такая вот уютная у них красивый офис ну в общем нам понравилось он рассказывал интересные вещи а вот Schenker это более такая вот сетевая компания знаете как там все там ничего такого особо нам не рассказывали нет души да нет души на складе да хотя там музыка играла когда спрашивали мы спросили какая разница между вами и Schenker и что вы делаете другое что не делает Schenker он начал смеяться и говорит вообще-то типа я за такое заплатил деньги чтобы узнать эту информацию вот и говорит что он что нам очень он отдал бы многое чтобы побывать в качестве в качестве как сказать туриста на там заводе как мы там были в заводе Катя ты со своим заводом меня тоже уже ну мы поняли зазаводило да в общем да он хотел бы тоже там побывать и послушать что говорят работники Schenker про Schenker да так что он говорит это я должен задавать вам такие вопросы еще деньги за это платить мы тут пришли к ребятам и Назар с Индией привез индийские сладости это очень вкусная штука вот это я не знаю что за вкус а еще была белая похожая со вкусом кешью ну она не со вкусом кешью она сделана из кешью а это из цветов каких-то да прикольно а это филиппо вот и еще есть такие штуки сейчас покажу еще есть такие маленькие шарики но они очень очень сладкие я тоже не знаю из чего они сделаны и мне никто не смог объяснить но это в общем очень очень сладкая штука а вот эта прям идеальная вкусная идеальная штука такая сейчас вам покажу наши успехи в компании смотрите какие мы крутые сейчас вам покажу значит так загружайся вот это наш прошлый раунд у нас было вот так и в этом раунде у нас плюс 3 а помните у нас когда-то было минус 26 вот и мы с очень быстрыми темпами развиваемся улучшаемся и поэтому мы сейчас на втором месте среди четырех команд которые у нас есть но мы еще немножко улучшили то что у нас есть я надеюсь что в этот раз то есть завтра у нас будут еще лучше результаты и у нас будет вообще мы будем на первом месте и с большим отрывом я так надеюсь хотя бы чтобы мы не были хуже мы делал это составлять контракты с клиентами вот например мы обещаем сервис 92 процента и срок годности продукции ниже чем 75 процентов вот и там всякое разное но самые важные показатели это вот эти два которые я вам показала и вот этот контракт индекс то есть это сколько денег нам заплатят кстати сейчас уже пол двенадцатого а мы еще не дома но мы скоро будем ехать сейчас уже пол первого ночи и мы дома вот Димка уже спит и я сейчас тоже буду ложиться спать всем спасибо что были с нами всем до встречи всем пока пока